Автодром Ясмарина 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 Отлично. Теперь проверим ход руля. Поверни руль слева направо. Теперь передача. Учти, что даже на автоматической коробке ты можешь переключать передачу вручную. Чтобы повысить передачу, нажми правый подрулевой лепесток. Чтобы понизить, на левый. Вроде бы все в порядке. Теперь надо прокатиться по прямой, чтобы проверить аэродинамику. Скажи, как будешь готов. Валид готов, вперед. Перед тем, как мы начнем, напомню, ты можешь переключаться между камерами, нажимая кнопку режима обзора. Попробую сейчас это сделать. Режим обзора и функции помощи можно настроить в меню паузы. Первый тест очень прост. Надо проехать по прямой. Разгонись до 258 километров в час, а затем затормози и остановись в отмеченной зоне. Учти, мы сейчас объединили смесь, чтобы ограничить мощность и получить более стабильные показания. Превосходно! Ты затормозил вовремя, а мы получили нужные данные. Мощность двигателя современного болида составляет 750 лошадиных сил, и вся эта мощь поступает на задние колеса. Твои движения должны быть плавными и точными, иначе ты рискуешь потерять управление. При движении на большой скорости встречный поток воздуха прижимает болид к трассе. Это явление так и называется – прижимная сила. Учитывая ее влияние, при входе в поворот сначала интенсивно тормози, а потом плавно отпускай педаль тормоза. Входи в поворот по внешнему радиусу, а затем смещайся на внутренний. Сделай так, чтобы твоя траектория была как можно более пологой. Это позволит тебе начать разгон раньше. На выходе, когда болид начнет двигаться по прямой, плавно прибавляй скорость. Когда ты будешь уверен, что задние колеса не будут пробуксовывать, давай полный газ. Мы закончили, все готово. Сейчас тебе нужно разогнаться перед входом в шпильку, вовремя начать поворот, правильно пройти АПЕКС и набрать на выходе хотя бы 298 км в час. Для завершения теста остановись в отмеченной зоне. Отлично, траектория и скорость в норме, все данные у нас. Все в порядке, мы готовы. Попробуй пройти связку из нескольких поворотов. Струй траекторию так, чтобы проходить АПЕКСы по внутреннему радиусу и начинай разгон как можно раньше. Учти, что для мотора включена нормальная смесь. В конце теста остановись в отмеченной зоне. Отлично, траектория и скорость в норме, все данные у нас. Когда ты включаешь систему рекуперативного торможения, твой болид получает 80 дополнительных лошадиных сил. На каждом круге эту систему можно использовать несколькими короткими импульсами или одним долгим 7-секундным. Система полезна и для обгона, и для защиты позиции. Особенно она эффективна на низших передачах. Эта система накапливает энергию на каждом круге, но иногда может отказывать. Впрочем, восстановить ее работу легко можно без заезда в бокс. Система снижения турбулентности ДРС уменьшает лобовое сопротивление, повышая максимальную скорость на 10-12 км в час. Во время гонки ДРС можно использовать только, если ты находишься позади соперника и отстаешь от него максимум на секунду. На тренировке и квалификации систему можно использовать без ограничений, но только с сухими шинами. Первый день молодежных тестов подошел к концу. До встречи завтра, друзья! Продолжение следует...